Если люди правильно прожили жизнь, они друг друга знают, чувствуют, не спорят. Просто между делом говорят, бабушки-девушки должны быть наставниками. Они должны больше заниматься духовной практикой, молиться и меньше вникать во все проблемы этого мира. Это развитые бабушки-дедушки так себя ведут. Неразвитые постоянно ходят, сплетничают всех, указывают, мучают всех. Это значит, что они сами себе не создали внутренний мир правильно. Чем человек старше, тем тяжелее у него карма. Если карма навалилась сильно, она ломает человека. Когда ломается женщина, становится ворчливым. Мужчина ломает, становится как тряпка. Нужно понять, что пожилой человек, это не значит сломанный человек. Пожилой мужчина это сильный, мудрец, смиренный, очень спокойный, рассудительный. Женщина пожилая это такая крепкая, очень мудрая мать, спокойная, добрая, сильная. Это правильный образ. Я видел много таких людей в своей жизни. Зрелых, сильных, мне Бог показывал. Я жил в святом месте несколько лет, когда был еще совсем молодой. И там заботился о людях, которые уходят из жизни. Там много других людей вокруг я видел. Зрелых, сильных людей, верующих, настоящих людей. Я наблюдательный человек, поэтому у меня сложилась картинка. Я понимаю, кто такая женщина пожилая, правильная, кто такой мужчина, как они выглядят. У нас, к сожалению, в нашей культуре, в которой мы живем, в нашей среде, люди живут в основном неправильно. И надо это принять, к сожалению, это факт. Так как люди в основном неправильно живут, поэтому в основном они несчастны. Но это не значит, что вы должны быть несчастными. Вам никто не мешает начать жить правильно. Вот в моей среде, вокруг меня, все счастливы. У меня никто не... Потому что моя судьба так поменялась. Когда я был ребенком, у меня все были несчастливы вокруг. Все до одного. У меня все там то пьянь, то еще что-то, то драки, то разбой. Там вот такая как бы жизнь была, когда я ребенком жил. Сейчас вокруг меня все счастливы. Нет несчастных людей. Почему? Потому что я работаю над этим. Я работаю над своей судьбой. И вы тоже становитесь счастливыми вокруг. Почему? Потому что такова цель жизни. Человек не должен поддаваться. Он должен стать сильным. Я сегодня стал очень разбитый, уставший. Я давно еду уже. Мы с Максимом так шутим. Я просто вот аж будто заново родился. Счастливый, спокойный, радостный. Я сегодня лучше выгляжу, чем вчера. Вот из-за этой йоги. А вчера же я только прилетел. Поэтому у меня не было такой возможности. А завтра еще лучше буду выглядеть. Потому что я побегу с утра, буду бегать в парке, а потом буду купаться. И на лекции вообще буду счастливым. Видите, у меня всего два дня на восстановление, потом опять перелет и опять дальше. И если я это не сделал, дальше я как ватрушка.